Ну что ж, в качестве завершающего штриха можно провести онлайн-сканирование вашего компьютера на вирусы. Это, конечно, не обязательный шаг, но для успокоения совести, в принципе, можно его и сделать. Давайте в качестве примера воспользуемся системой онлайн-сканирования от компании ESET. На самом деле, практически у каждой известной антивирусной компании есть своя система онлайн-сканирования. Но ESET нам будет вполне достаточно. Если вам захочется просканировать компьютер к еще чем-нибудь, то по аналогии вы сможете это сделать. Итак, желательно использовать какой-нибудь альтернативный браузер, не Internet Explorer, а какой-нибудь другой. Например, Firefox или Google Chrome вполне подойдут. Давайте, допустим, запустим в Firefox. Идем на вот эту страницу. Опять же, она у вас есть в ссылках. Переходим мы на эту страничку. И здесь как раз нам пишут, что мы не в Internet Explorer. И поэтому нам придется скачать вот эту программку себе на компьютер. Именно этого мы и добивались. Скачиваем ее себе. Я ее уже скачал. Давайте скачаю еще раз. Открываем. И запускаем вот эту программку. Принимаем условия соглашения. Да, секундочку. Значит, запускать, если у нас Windows 7 или Windows Vista, надо запускать с правами администратора. На Windows XP можно просто запустить ее. Главное, чтобы вы зашли под учетной записью администратора. Ну, вы помните, я об этом говорил вначале. Запускаем от имени администратора. Принимаем условия. Вот эту вот галочку я советую убрать, чтобы программа автоматически не удаляла найденные угрозы. Потому что вы знаете, что бывают ложные угрозы. И чтобы она вам лишнего ничего не удалила, вот это я советую отключить. Сканировать архивы, ну, как хотите. Если вы хотите, чтобы программа еще смотрела внутри архивов, то можете это поставить. Но это существенно замедлит поиск. И лично я это не использую. Потому что, ну, если я буду распаковывать какой-то архив, значит, я его отдельно проверю. Вот в таком виде я начинаю сканирование. Сейчас скачаются базы данных по вирусам. Это тоже займет некоторое время. И потом пойдет проверка компьютера. Ну что, сканирование началось. Я пока что приостановлю запись. Потому что это займет какое-то время. Ну что ж, сканирование завершено. И найдена опять же та же самая троянская программа, которую я уже подсаживал сюда. Я ее еще раз сюда подселил, для того, чтобы вам показать, как они удаляются. В общем, ничего нового эта программа не нашла. Поэтому, поскольку эту троянскую программу мы уже условно уничтожили несколько уроков назад. То, соответственно, ничего нового программа ESET нам не нашла. Но, тем не менее, давайте посмотрим, как нам быть, если что-то обнаружено. Идем в список обнаруженных угроз. И смотрим, где оно все находится. А дальше мы можем пройти вот по этому пути. И там вручную эти файлы поудалять. Можно также сделать экспорт в текстовый файл. Или скопировать в буфер. И здесь пройти по этому пути как раз. Вот здесь у меня как раз эти вот зараженные файлы и находятся. Ну вот и все. Вот таким вот способом это делается. Я еще раз повторяю, что не надо ни в коем случае использовать автоматическое удаление. Потому что эта программа, как и любая другая программа, нацеленная на борьбу с предоносным ПО, может вам удалять всякого лишнего. Удаление желательно либо производить вручную, либо подтверждать это вручную. Все, на этом с онлайн-сканерами мы тоже разобрались. И очередной урок у нас окончен.